Пыльные страницы огромных томов. Они хранят секреты и переживания героев разных столетий, позволяют читателю перенестись на передовую войны, в центр любовного треугольника или детективной истории. Активно читать мы должны начать еще в школе, однако произведения классиков в 10-11 летнем возрасте даются нелегко. Это были ужасно скучные, неинтересные произведения. Я тоже считала, что литература мне никак не пригодится, и в этом я и не занималась. Почитать зачем-то что-то, ну это очень глупо, и приходила, слушала и уходила. Сейчас у меня абсолютно другое мнение. Полюбить предмет непросто. Для этого необходимо найти ту самую единственную книгу, после которой остановиться уже не сможешь. Однако искать современные дети не любят. Конкуренцию бумаги составляют гаджеты и приложения. Чтобы ускорить процессы, как можно быстрее активировать любовь к книгам, депутаты предлагают ввести в школьную программу «Истории о Гарри Поттере». Книги о юном волшебнике уже целое десятилетие входят в топ-10 самых читаемых историй планеты. Они переведены на 67 языков мира. Гарри Поттер для человека, который не читал, он легкий, и даже если глубокого смысла не увидит, то развлечется хотя бы. В нравственной категории их никто не отменял. Благородство, честь, добро, зло. Они есть и во «Властелине колец» и в «Гарри Поттере». Они есть. Другое дело, что они, может быть, решаются, ну, скажем так, волшебным способом, что им нравится. В силу возраста. Вот они, Гарри Поттер, десятые уже, наверное, они выросли из него, из Гарри Поттера. Там маленькие читают с удовольствием. Пусть читают. Хоть с чего-то тоже нужно начинать. Большое число экранизаций и близость к компьютерным играм порождают интерес к подобным историям. Однако многие считают, что поддержать это чувство походом в библиотеку или книжный магазин должны родители. А задача учителей – научить читать ту литературу, которая не просто развлекает, а помогает сформировать человека как личность. За Гарри Поттера ты можешь читать дома, а если бы, вот, классику, никто бы дома не стал читать, если бы не школа. Я думаю, ни Толстого, ни Пушкина, ни Лермонтова никто бы не читал. Помочь понять сложные конструкции и уловить дух другой эпохи – такую видят роль учителя литературы сами подростки. Конечно, какие-то произведения им нравятся больше, какие-то меньше. Старшеклассники традиционно любят обыкновенную историю Ивана Гончарова, собачье сердце и мастера и Маргариту Михаила Булгакова. Для младших классов не устаревает «Фантастическая синяя птица» Мориса Миттерлинка и Том Сойер Марка Твена. Эти произведения читают 95% учеников. Однако путь у каждого свой, и какая именно книжка перевернет всю жизнь, сказать невозможно. Самой первой моей книгой – это было полное собрание сочинения Канан Дойля. Я прочитала Шерлока Холмса. А потом я уже стала читать по большей части зарубежную современную историю. Начала я с «Капитанской дочки». Ну, «Капитанскую дочку» прочитала Пушкина и все. И, как бы, в принципе, после этого я начала, ну, достаточно много читать. Именно поэтому школьная программа так разнообразна. Она помогает ученикам нарастить мышцы, создать фундамент и закрепить нравственные категории, которые нужны для понимания современных произведений. Новая современная литература – это литература постмодернизма. Это все равно идет синтез старый. И соединение двух более идей, взятых из классической литературы, в единой целой современности, зачастую это просто детям непонятно. Там же тут аллюзии, намеки на уже прочитанные. А они этого не читали, поэтому непонятно. Чтение современных авторов необходимо. Однако на уроках подросток должен узнать все жемчужины мировой литературы и познакомиться с великими авторами, в свое время изменившими мир. Это позволит открыть для себя всю многогранность жизни и стать по-настоящему образованным человеком. Продолжение следует...